Всем привет! Я усилок себе заказал. Это 1.2500 от DL Audio Gryphon Pro. Это D-класс, моноблок, то есть один канал у него. В 4 Ом он отдаёт 700 Вт, в 2 Ом 1400 Вт, в 1 Ом 2000 Вт. При 0.5 2500 Вт заявка. Есть на борту фильтр низких частот от 40 Гц до 180 Гц. И размеры у него 430 на 226 и высота 58. Комплектуется ароматизатором, гарантийным талоном. Наклейкой DL Audio, кабелем для выносного регулятора, 6 саморезами, 4 для крепления усилителя, 2 для крепления регулятора. Сам регулятор находится вот в таком пакетике. Регулятор много чего умеет. Показывает вольтаж, температуру, включение усилителя, защиту, клип и так далее. И он регулирует в заданных пределах вам громкость сабвуферного звена. Вот так вот выглядит сам моноблок. Красивые рифленые ребрышки оранжевые. Тут надпись GRIFON PRO. 1 на 2500. Со стороны силовых терминалов, это у нас 4 клеммы под 8 квадратных миллиметров. Слева 2 минуса, справа 2 плюса. Минус параллельный друг с другом. То есть это одна цельная колодка, просто для удобства. 2 кабеля, чтобы вы могли взять сюда подключить либо 2 сабвуфера, либо 4, либо сколько угодно. То есть не нужно там ничего крутить. Вы можете, например, двухкатушечный сабвуфер прямо сюда подключить. Сюда 2 минуса, сюда 2 плюса. И у вас будет параллельное подключение. На силовом терминале диаметр отверстия под 70 квадратных миллиметров. То есть 2.0 гейдж сюда залетит спокойно. И ремоут под 8 квадратных миллиметров. Крепление усилителя осуществляется металлическими вот такими вот скобами. Надежное крепление, кстати, никакого пластика здесь нет. Со стороны подключения РЦА разъемов есть input, 2 РЦА разъема, а также bridge in и bridge out. То есть вы можете взять таких 2 усилителя и подключить их друг с другом в мост. Они будут работать как... каждый моноблок будет работать как одно плечо усилителя. 3 индикатора protect, power и clip. Protect это защита, то есть если вдруг что-то произошло, короткое замыкание, там превышение или наоборот слишком заниженное напряжение, он идет в защиту. Power это включение, то есть когда он включится, будет средний диод гореть. Ну и клип это когда плохой сигнал идет на усилитель, то есть искажение. Ремоут, вот этот вот разъемчик, это для подключения выносного регулятора. Gain для согласования выходного сигнала с головного устройства и усилителя. Low-pass фильтр для фильтрации выходного сигнала, чтобы у вас сабвуфер не пел. Sapsonic для фильтрации этого же сигнала понизу, чтобы у вас сабвуфер сильно не выходил на ход, не играл там 20 Гц, которые никому не слышны. Также есть Bass Boost. Для Bass Boost два регулятора. Сам Bass Boost, то есть насколько он будет мощным от 0 дБ до 12. И Frequency, то есть написано Freq сокращено. От 30 Гц до 80 Гц. То есть вы можете регулировать, на какой частоте будете поднимать Boost. Вот такой усилитель, ребята. Сейчас пойду его ставить в кристаллочку, запущу от него стену, надо провести тест. Насколько он будет стабильно работать. Хочу в 0,25 его подкинуть. Ну и посмотрим с вами, как будет сабвуфер работать. Вот тыльная сторона у него такая. 8 с этой стороны по бокам и тут еще по 2. То есть всего 12 саморезов используются для крепления крышки. Не завидую ремонтникам, которые будут их ремонтировать. Также здесь большая пломба. Год, месяц производства. Это июльский усилитель. Насколько я понимаю, 7 месяц 2021 года. Все, погнал я его ставить. ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ! Папа, как тебе тут пройти? Дышком. что-то я отвык от такой басухи это смог жесть как она есть так тут я распущу тут я гейн сделаю не всю не оглох ну ладно все параллельно и Продолжение следует... 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 Продолжение следует...